Всем привет! Я Даша. Сегодня я снова снимаю видео вместе с моей кошкой Дымкой, которая мне будет подсказывать, если что. И говорю ей о книгах, в которых есть украшения, и они сыграли какую-либо роль в посержетной линии, пусть и даже не самое главное. Девушка с жемчужиной сережкой ее еще называют Северной Мадонной? А, Северной Монолизой, прошу прощения, что-то у меня, может, на битве совсем съехал. Ну, вообще, художник замечательный, замечательно я видела его картины, они, ну, не в натуральном, к сожалению, виде, а в сети, они произвели на меня очень хорошее впечатление, я в восторге. В восторге, видимо, была не только Яна Тресешеваре, которая решила написать одноименную книгу, и описывала бы и художника, и эту девушку, и кто она такая, и ее судьбу. И как так вышло, что художник ее нарисовал, хотя профессионалы говорят, что нужно быть написал. Как так вышло, что он написал эту картину заизумительную, и сережки, украшения. В этой книге играют немаловажную роль, вокруг них там закручивается целая история, а не причина некоторых событий в книге. Ну, мы идем дальше. Я совсем давно вам показывала книгу Дианы Лампид «Уснуть и только», и нужно показывать ее вам вновь. Дело в том, что здесь, как я уже ранее говорила, но если вы не видели то видео, я вам напомню, эта книга состоит из трех повестей. Но суть в том, что это не просто повести. Это история инкарнации. Описываются три разных перевоплощения одних и тех же людей. И читая эти повести, вы их узнаете, хотя они порой меняют не только имена, вместо жительства и профессии, он даже пол. И дело в том, что в первых двух историях, в первой истории у одного из главных героев есть кольцо, которое его сопровождают с самого рождения. Он носит всю жизнь, он им очень дорожит и незадолго до определенных событий он его внезапно теряет. Уже в следующей жизни, то есть во второй песте, этот человек находит это кольцо совершенно случайно. Просто запустил руку, опустил руку, и оно ему просто словно само прыгнуло в руки. Человек даже надел, примерил, а потом долго не мог снять его с себя. И мне кажется, это очень символично, очень шикарно, такой мистический момент. Я в дикой восторге. Рекомендую саму книгу и кольцо «Подглядитесь». Хотя оно здесь мелькает не так сильно, как, допустим, сережки, девушки с чужой сережкой. Далее. Внезапно, но, Хагард и его повесть, и даже не повесть, а скорее рассказ под названием «Суд фаронов». Соль в чем? Один архитектор засыпает волею судеб в Кыринском музее. Да, вот. Ну, просто так ситуация сложилась, что его там случайно закрыли. И так совпало, что он там очутился как раз в ту ночь, когда раз в год, а может и не в год, а в столетие или даже несколько, если честно, уже подзабыла, там собираются фараоны Египта. И они между собой общаются, иногда ругаются, если не согласны со стилем правления своего коллеги. И, конечно, ругают тех мародеров и археологов, которые грабят их могилы. Как бы вам лучше меня спросить, а почему здесь украшения? Дело в том, что при раскопках данный археолог, который посчастливал из-за основы Кыринского музея, находит одно кольцо. И потом он этим кольцом обменивается в кольске. И это играет не последнюю роль, потому что факт обмена доказывает определенный момент и определенную теорию. И, собственно, этот рассказ заканчивается словами о том, что «А как вы думаете, что это было за кольцо?» Ну, который я заполучил главный герой. Интереснейшая вещь, познакомьтесь. Рассказ очень коротенький, но очень содержательный, многозначительный, философский. И он про реинкарнацию немножечко... Люблю это дело, конечно. Следующие две книги предсказуемы. Вот вы сейчас можете даже догадаться. Они обе принадлежат первому Александру Дюма. Вот они. Это... Ожерелье королевы. На вложке написано только Дюма, поэтому я вам открываю титульный лист. Он повествует об одной француженке по имени Жанна де Валуа. И это особо. Делая вид, что она посланница от Марии Антуанетты, заказывает у ювелиров роскошнейшие украшения. Там с каразинавом еще общечается на определенные темы. Кое-что ему обещает. И это потом угодит боком в самом арене Антуанетте, да и расходы на вот это ожерелье. Ой... Ну, в общем, об этом и сама история. В общем, вся история началась из-за этого ожерелья, из-за чего, собственно, поспали многие в этой истории. Ну и, наконец, Тремушкетера. Ну, тут, мне кажется, даже и рассказывать-то вам не придется. Почему здесь украшения? Даже если вы не читали книгу, это огромное упущение. Если, по-моему, человек задает вопрос, почему книга называется Тремушкетера, если их четверо, я сразу понимаю, что книгу он не читал. Даже если вы ее не читали, вы наверняка видели ходе одну экранизацию, их существует столь великое множество, но любой цвет и вкус, вот просто на любой. Какая-то подчеркивает политическую часть истории, какая-то подчеркивает любовную часть истории, какая-то подчеркивает, что там еще, приключенческую часть истории. Ну, мне кажется, наша советская, она наиболее, так сказать, все вот это вот как-то объединила и выдала зрителю. Так вот, хоть одну экранизацию увидели, и вы 100% знаете, причем здесь украшения. Королева подарила свои подвески кое-кому и с помощью, как сказать, врагов королевы, ее муж, венеценосный король, устраивает бал и рекомендует ей. А вот я вам подвесочки дарила, хочу видеть вас в них. А как бы они уже чуть-чуть в другой стране, и она подряжает преданных себе людей за то, чтобы они в очень короткий срок, просто рекордный, переплыли реку, по-моему, в Ла-Манш, я могу уживаться, связались с этим человеком, убедили бы его дать эти подвески, вернулись бы, и все это при том, что на протяжении всего пути их пытались бы убить. Это не самый корень всей книги, но это довольно существенная ее часть. И примечательный момент. Помните Миледи? Ну, если видели экранизацию или читали книгу, в общем, помните Миледи? Она существовала в самом деле. Более того, финальную часть своей жизни она прожила, знаете где, в Российской империи, а похороны знаете где? В Крыму. И знаете что? Около лагеря под названием Морской блуждает призрак, и все думают, что это она. Да, вот так. Вы это знали. Теперь знаете. И идите читать книгу. Пожалуйста. Я надеюсь, вам это видео было интересно. А я пошла. Пока. До скорыхник.